И подробности отравления малышей в детском саду Натаирова на этой неделе, пока страна отходила от пасхального разговаривания и считала, сколько раз подерутся оппоненты 10 апреля, в детском учреждении едва не вспыхнула эпидемия местного масштаба. Пятеро малышей из одной ясельной группы попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции. По информации главврача, результаты бактериологических исследований отрицательные. В период с 8 по 11 апреля в больницу поступили пятеро детей в возрасте от 2,8 до 4 лет с диагнозом пищевая токсикоинфекция, острый гастроинтерий, то есть диагнозом кишечная инфекция. Дети, которые поступили, они поступили в разные дни, они посещают детский сад номер 306. Мы провели бактериологические исследования, как положено быть, посевы отрицательные, то есть патогенные микроорганизмы в посевах не появлены. То есть ни дизентерийной палочки, ни сальмонеллы у этих деток не выявлены. Сейчас возбудителя кишечной инфекции ищут специалисты. Уже известно, что у пятерых деток может быть ротовирус или, как его называют в народе, кишечный грипп. Он передается контактно бытовым путем и через зараженные продукты питания. Во вторник в детском саду были сотрудники госпотребслужбы, они взяли образцы для анализа. Была санэпидемистанция, были взяты смывы, вода была взята на пробу, были взяты анализы в деток, которые находились в этой группе. Снимали смывы, брали все детки, которые находились в этой группе, всех сняли, брали анализы. Брали смывы с тарелочки первого, второго блюда, брали чашки, ложки и игрушки. Окончательные результаты исследования будут готовы только на следующей неделе. Обнаружили в детском саду и другие нарушения, например, группы перегружены. Вместо 16 детей в списках значится более 30. Также один помощник воспитателя на момент проверки не прошел медосмотр. Его временно отстранили от должности. Ни садик, ни группу, где заболели дети, на карантин не закрывали. В садике на сегодняшний момент проведены все абсолютно работы. Дополнительно обработаны ДЭС-средствами помещения детского сада, пищеблока. Максимально все, что необходимо по предписанию, мы отработали. Все результаты и припис сегодня есть у администрации заклада. И на сегодняшний момент пока еще не подтвержден диагноз. На сегодняшний день есть подтверждение, что вода чистая, продукты питания чистые. Все смывы, которые были взяты с кухонного инвентаря, все в порядке. Любопытно, что один ребенок с рвотой и болью в животе пришел в детский сад еще 4 апреля, а уже 5-го такие же симптомы появились еще у одного. Но то ли из-за праздников, то ли по другой причине этому не уделили должного внимания. Пообщаться с руководством садика репортеру так и не удалось. Заведующая внезапно ушла на больничный. На данный момент все заболевшие дети уже находятся дома. Продолжение следует...